Приветствуем вас на канале книги, истории, факты. В этом ролике, мы хотим рассказать несколько интересных фактов. Надеемся, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого ролика, и поддержать нас на Boosty. В этом ролике, представлена третья часть 1000 самых интересных фактов обо всем на свете. Ссылки на другие части размещены в описании ролика. 400. Самые яркие объекты во Вселенной Квазары. Это ядра активных галактик, мощность излучения которых может в сотни раз превышать суммарную мощность всех звезд их галактик. Астрономы называют Квазары маяками Вселенной. 401. Охранников музея в Флоренции учат, как вести себя с жертвами синдрома Стендаля. Синдром выражается в виде панического припадка и проявляется, когда человек находится в месте сосредоточения большого числа объектов искусства. Именно во Флоренции было зарегистрировано более 100 случаев синдрома Стендаля. 402. В китайском письме иероглиф, обозначающий неприятность, трудность изображается как две женщины под одной крышей. 403. Самое холодное место во Вселенной находится в Финляндии. В 2000 году группа ученых из Хельсинского технологического университета охладила кусок родия до температуры лишь на 10 миллиардных градуса выше абсолютного нуля, минус 273,16 градуса Цельсия. 404. Из-за того, что в Африке не находят бивни умерших слонов, долгое время считалось, что слоны уходят умирать на таинственные и неприступные кладбища. Но в 1962 году удалось установить, что бивни съедают африканские дикобразы, утоляя таким образом минеральный голод. 405. Акт английского парламента 1392 года об обязательном использовании английского языка в государственных судах был написан на французском языке. 406. Вопреки распространенному заблуждению, рысь никогда не прыгает на свою жертву с дерева. Она подкарауливает дичь в засаде, только находясь на земле. 407. 9 мая 2010 года все страны антигитлеровской коалиции приняли участие в параде победы на Красной площади, впервые за все время его проведения. 408. В древних Афинах муж, которому изменила жена, был обязан немедленно развестись с нею. В противном случае, он подвергался отиме и лишению гражданских прав, публичному бесчестию и презрению. 409. В верхнем течении реки Урал-один берег находится в Европе, другой в Азии. 4010. На Сардинии производится сыр Касу-Марцу, содержащий живые личинки сырной мухи. Хотя продажа сыра официально запрещена, он очень популярен среди местного населения. 4111. Метеорист это не больной метеоризмом, а своего рода музыкант, забавляющий публику мелодичным испусканием кишечных газов. Современные метеористы не только выступают на сцене, но и записывают альбомы. 412. Мечеть Аль-Харам в Мекке, самая большая мечеть в мире. Ее площадь превышает 356 тысяч квадратных километров. Во время хаджа, на территории мечети молятся до 4 миллионов паломников. А самая большая мечеть в Европе, находится в столице Чечни Грозном. В мечети могут молиться, более 10 тысяч человек. 413. Основанное в четвертом веке миниатюрное государство Сан-Марина, находящееся на территории Италии, является не только самым древним государством Европы, но и самой старой республикой в мире. Площадь Сан-Марина всего 61 квадратный километр. 414. Самой большой по площади континентальной империи в мире, была монгольская, 12 миллионов 61 тысяча 368, территория которой на пике могущества, составляла 33 миллиона квадратных километров, это 22 процента площади суши. Площадь Британской империи, достигала 37 миллионов квадратных километров, но она располагалась на многих континентах, разделенных океанами. 415. В Ирландии 29 февраля это день, когда женщины делают предложение мужчинам. Эта традиция, берет свое начало в законе 11 века, по которому отказавший мужчина был обязан уплатить штраф. 416. Когда муравей просыпается, он вытягивает все шесть своих ног, как бы потягиваясь, а затем раскрывает челюсти, как будто зевая. 417. Коллеги-поэты обвиняли Маяковского в жульничестве, ведь поэтам платили за количество строк, а благодаря своей знаменитой стихотворной лесенке, Маяковский получал в 23 раза больше за стихи аналогичной длины. 418. На съемках фильма «Человек-паук» было украдено четыре костюма главного героя, стоимостью 50 тысяч долларов каждый. 419. Самая опасная гора в мире не Эверест, а Чагори, или Ка-2, находящаяся на границе Пакистана и Китая и прозванная Гора-убийца. Высота Чагори – 8611 метров, и почти каждый третий альпинист, пытавшийся ее покорить, погиб при восхождении. 420. В переводе комедии «Ревизорно-персидский язык» жену Городничева заменили на вторую дочь, так как ухаживание за замужней женщиной в Иране карается смертной казнью. 421. Площадь Тюменской области составляет 1 миллион 435 тысяч 200 квадратных километров. Это больше, чем территории Германии, Франции и Испании вместе взятые. 422. Сборная Мексики по футболу является самым неудобным соперником для сборной команды Бразилии за последние 10 лет, сборные Мексики и Бразилии встречались в официальных матчах 7 раз, и в шести из них победу одержали мексиканцы. 423. В золотодобывающих шахтах Южной Африки на глубине 3,6 километра были обнаружены черви, которых назвали Холесефалобус Мефисто в честь Мефистофеля. 424. Отслужившие свой срок космические спутники отправляют на кладбище, специально выделенные для этой цели орбиты. По оценкам НАСА, количество отработавших спутников превышает 8 тысяч. 425. Амазонки принадлежат все рекорды среди рек планеты, кроме одного. Она самая длинная, самая широкая и самая полноводная река на Земле, но не самая глубокая. Максимальная глубина Амазонки 135 метров, а реки Конго более 220 метров. 426. По законам Древнего Рима родители имели полное право продать в рабство своих детей. 427. Близнецы Джон и Артур Мауфорд жили со своими семьями на расстоянии 80 миль друг от друга. Вечером 22 мая 1975 года оба брата одновременно скончались от сердечного приступа. 428. Волки образуют устойчивые семейные пары, сохраняющиеся на протяжении всей жизни. 429. Церковь Мормонов объединяет более 14 миллионов человек. Лидер Мормонов Брэхем Янг имел 27 жен. 430. В Римской империи насчитывалось более 80 тысяч километров мощенных камнем дорог. Многие из этих дорог сохранились и используются до сих пор, не требуя ремонта. 431. 4 марта 1960 года известный баритон Леонард Уоррен умер прямо на сцене в Нью-Йорке во время исполнения оперы Верди «Сила судьбы». Последними его словами были «Морер», «Тременда коса», «Умереть», «Великая честь». 432. Если принять, что в Рождество Санта-Клаус должен за 48 часов посетить 2,5 миллиарда детей, то на обслуживание каждой семьи он сможет потратить только 34 микросекунды. Сани Санта-Клауса должны лететь со скоростью 2060 километров в секунду. На такой скорости они мгновенно сгорят в атмосфере. Если подарок каждому ребенку будет весить 800 граммов, то эти сани должны нести груз в 2 миллиона тонн. 433. Известно, что компанию Apple основали Стив Джобс и Стив Возник. Однако был еще и третий основатель по имени Рональд Уэйн, который владел 10% акций, но продал их партнерам за 2300 долларов. Сегодня его акции стоили бы более 22 миллиардов долларов. 434. Для производства бутылочных пробок в США используется больше стали, чем для производства корпусов автомобилей. 435. Самый большой остров в мире Гренландия, площадь которой 2 миллиона 130 тысяч 800 квадратных километров, принадлежит Дании. Так что фактически Дания больше Мексики. 436. Падение на территорию Канады 24 января 1978 года советского спутника шпиона «Космос-954» с ядерным реактором на борту вызвало радиоактивное заражение местности, площадью более 100 тысяч квадратных километров. 437. Незадолго до революции в Петрограде были очень популярны капли барона Вревского от нервов. Их даже рассылали по почте и рекламировали в журналах. Впоследствии выяснилось, что это была просто вода из Невы. 438. С момента постройки моста Золотые ворота в Сан-Франциско, в 1937 году на нем произошло более 1200 самоубийств. 439. До 1914 года кокаин рекламировался как лечебное средство. А детские постилки от кашля, содержащие опиум, выпускались до 1920 года. 440. Каспийское море на самом деле является самым большим в мире озером, так как оно не имеет непосредственного соединения с морем или океаном. А самое глубокое озеро на земле Байкал. Максимальная его глубина составляет 1637 метров. 441. В 19 веке бумажные ленты для уничтожения мух, подкладки для шляп, игральные карты, бумажные воротнички, обойные красители и искусственные цветы содержали большие дозы мышьяка. 442. Кошки спят до 18 часов в день. Установлено, что гормон роста вырабатывается у котят только во время сна. 443. Александр Гамильтон, первый министр финансов США, чей портрет помещен на 20-долларовой банкноте, получил смертельное ранение на дуэли на том же месте, где тремя годами ранее погиб, на поединке его сын Филипп. 444. В небольшом сербском поселке Дрвинград установлен памятник Джоне Деппу. 445. Пищевая добавка Е-529, есть не что иное, как негашенная известь. 446. Самая большая тыква в истории, весом в 741 килограмм, была выращена в США в 1998 году. Со слов фермера Криса Стивенса, вырастить такую большую тыкву ему помогла смесь коровьего навоза и водорослей. 447. Абхазия славится своими долгожителями. При населении менее 100 тысяч человек, в 1956 году в Абхазии проживало 270 долгожителей, старше 100 лет и 11 старше 110 лет. Абхазы исключительно жизнерадостные люди, у них существует мудрая поговорка, злые люди долго не живут. 448. Большой словарь китайского языка содержит более 56 тысяч иероглифов, хотя на практике используется не более 4 тысяч иероглифов. И все же образованному человеку надлежит знать не менее 56 тысяч. 449. Во время съемок фильма «Троя», где Брэд Питт играл ахиллеса, он повредил ахиллово сухожилие. 450. В 1943 году в США прекратили выпуск медных пени и начали ковать монеты из оцинкованной стали. Медь была остро необходима для производства патронов. 451. При населении в 317 000 человек, армия Исландии насчитывает всего 130 военнослужащих. При этом Исландия член НАТО. 452. В 1525 году Мартин Лютер, один из отцов реформации, открыто выступил против безбрачия духовенства католической церкви, женившись на бенедиктинской монахине Катарине фон Бора. Они прожили в браке 21 год и произвели на свет 6 детей. 453. Рой Салливан, смотритель национального парка в Вирджинии, был 7 раз поражен молнией и остался в живых. 454. Остров Окинава рекордсмен по числу долгожителей. Здесь средняя продолжительность жизни мужчин 88 лет, а женщин 92 года. Это выше, чем в остальной Японии на 8-10 лет. Для сравнения, средняя продолжительность жизни мужчин в России 59 лет, а в Анголе всего 35. 455. Самая большая денежная купюра в истории, была выпущена в 1946 году в Венгрии. Номинал купюры составил 1 миллиард триллионов пенги. Купюры в миллиард, триллионы более пенги выпускались без цифр нули, просто не помещались на площади банкнот. 456. Рисуя сердечко на день Святого Валентина, мы изображаем вовсе не сердце, которое, как известно, выглядит совершенно иначе, а лист плюща. Из-за того, что плющ плотно обвивает предметы, рядом с которыми растет, древние греки и римляне считали плющ символом глубокой привязанности и вечной любви. 457. Во время рывка на ипподроме, скаковая лошадь может развить мощность в 13 лошадиных сил. 458. 4 июля 2011 года язык жестов получил статус второго государственного языка в Исландии. 459. Языки жестов в Британии и Америке отличаются настолько, что глухонемые в этих странах практически не понимают друг друга. 461. В народе звание, заслуженный работник культуры Российской Федерации в шутку, называют засракуль. 461. Сибирский кедр, на самом деле, является сосной, хотя и состоит с кедрами в одном семействе. 462. Расстояние между поселком Урусу в республике Татарстан и соседним городом Октябрьским, в Башкирии всего 4 километра, но разница во времени составляет 2 часа. Поэтому мост через реку Ик, река Граница, шутя называют самым длинным мостом в мире. 463. Бабушка Леонардо Ди Каприо Елена Смирнова эмигрировала из России в Германию в 1929 году. Сам Ди Каприо в 2010 году во время встречи с В.В. Путиным заявил, что он наполовину русский. 464. Самое сухое место на земле не Сахара, а область в Антарктиде под названием Сухие долины. Эти долины свободны от льда и снега и не видели дождя уже более 2 миллионов лет. 465. Самое крупное крушение танкера в истории произошло в 1978 году у берегов Франции. Тогда в море вылилось более 223 тысяч тонн сырой нефти. Однако даже эта катастрофа несравнима с ущербом от утечки нефти, вызванной взрывом буровой платформы Deepwater Horizon 20 апреля 2010 года. За три месяца утечки в воды Мексиканского залива вылилось более 670 тысяч тонн нефти. 466. Самой кровопролитной битвой в мировой истории стала Сталинградская битва. Она продолжалась почти 8 месяцев и к февралю 1943 года безвозвратные потери обеих сторон составили в совокупности более 2,63 миллиона человек. 467. Рекордсменом по дальности перелета среди птиц является полярная крачка. Это единственная птица, мигрирующая сезонно из Арктики в Антарктику, при этом она преодолевает до 80 тысяч километров в год. 468. Ежегодно в мире выкуривается более 5 триллионов сигарет. Это почти тысяча сигарет на человека, с учетом младенцев. Число курильщиков – 1,1 миллиарда человек, и оно постоянно растет. В Индии, Китае и развивающихся странах рост потребления табака составляет 5% в год. 469. Служебных собак идентифицируют по отпечаткам носа. 470. Самой большой церковью в мире является не собор Святого Петра в Ватикане, а базилика Нотр-Дам-де-Лапе в Ему-Сукро, Кот-де-Вуар, превосходящая ватиканские прообразы по площади и по высоте купола. 471. Биологического вида пантера не существует. Черные пантеры – это не вид, а редкий генетический вариант окраски некоторых самок леопарда или ягуара. Шкура у такой пантеры на самом деле не черная, а пятнистая, но очень темная. Самцы леопардов и ягуаров никогда не бывают черными, а их потомство от самок пантер может быть как светлым, так и темным. 472. Хмель способен отцербировать ионы тяжелых металлов, значительно лучше любых других растений. Существует программа засадки хмелем городов с особенно загрязненной атмосферой. 473. Советский летчик Ас Александр Иванович Покрышкин, сбивший 59 самолетов врага, ставший маршалом авиации и трижды Героем Советского Союза, в своем первом воздушном бою 22 июня 1941 года сбил советский бомбардировщик Су-2. 474. Плотность висмута в твердом состоянии меньше, чем в жидком. Этим же свойством обладает только еще одно вещество на земле – вода. 475. Самая высокая скорость ветра была зарегистрирована в 1999 году в Оклахоме и достигала в порыве 484 км в час. Для сравнения, скорость ветра во время урагана выше, пятой категории достигает 300 км в час. 476. По воле Александра Дюма, граф де лафер, он же Атос, носил знаки подвязки, золотого руна и святого духа. Однако эти три выших ордена соединенные, вместе могли быть только у королей. 477. В 1712 году, король Швеции Карл XII решил вернуться от Григорианского к юлианскому календарю. Для этого в феврале были добавлены два дня, и таким образом в Швеции, в 1712 году, было 30 февраля. 478. В 1974 году, египтологи в Каире обнаружили, что мумия фараона Рамсиса II быстро портится. Было принято решение, немедленно везти ее самолетом во Францию для экспертизы. Для этого мумии оформили египетский паспорт, а в графе родзанятий написали почивший король. В Париже мумию встречали со всеми воинскими почестями, полагающимися королям. 479. Александр Македонский не потерпел ни одного поражения за все 16 лет своего царствования. Он принимал участие в каждом из своих сражений, нередко получая в них тяжелые ранения, однако умер в возрасте 32 лет от малярии. 480. Сова не может двигать глазами, чтобы посмотреть в сторону, она поворачивает голову. 481. Старейшая из ныне существующих авиакомпаний, Королевские голландские авиалинии, КЛМ, была основана 7 октября 1919 года. 482. На территории норвежского городка Лангиир, расположенного на острове Шпицберген, законом запрещено хоронить умерших. Тела должны быть перевезены на материк. Связано это с тем, что в условиях вечной мерзлоты, погребенные тела не разлагаются, и привлекают внимание белых медведей, которые являются опасными для человека хищниками. 483. Граф Юрий Александрович Головкин в 1805 году был назначен чрезвычайным послом России в Китае. При этом граф, рожденный в Швейцарии и получивший образование во Франции, практически не говорил по-русски. 484. Натуральная ваниль – это высушенные плоды орхидеи и лианы, произрастающие в Мексике и Центральной Америке. А искусственный заменитель ванили ванилин производится из лигнина, побочного продукта бумажного производства. 485. Великая французская актриса Сара Бернар в возрасте 70 лет блестяще сыграла 13-летнюю Джульетту. 486. В апреле 1965 года над Долиной Смерчей в США одновременно возникли 37 мощнейших торнадо, высотой до 10 километров и в диаметре около 2 километров. При скорости ветра до 300 километров в час, Смерчи произвели громадные разрушения в шести штатах. Число погибших превысило 250 человек, а 2500 получили ранения. 487. Местная власть Курской области в 1935 году за недостачу в поставках зерна переименовала три колхоза, Красная Нива, имени Крупская, имени Буденного Влодырь, Бездельник и Саботажник. 488. Температура возгорания бумаги 451 градус по Цельсию, а не по Фаренгейту, как в названии романа Рея Брэдбери. После издания автор понял свою ошибку, однако название книги не изменил. Впервые роман был напечатан в 1953 году в журнале Playboy. 489. Хамелеон меняет цвет не для слияния с окружающей средой, а в зависимости от настроения, отражая, например, голод, страх или угрозу. 490. Слово «Россия» в латышском языке «Криевия», в эстонском «Венимаа». В Китае Россию именуют «Элосы», а во Вьетнаме «Нга». 491. Бывший морской офицер, декабрист Дмитрий Завалишин, известен тем, что был выслан из Сибири. После ссылки в Забайкалье, он активно печатался, разоблачая злоупотребление местной власти. В связи с этим, по просьбе генерал-губернатора Муравьева, Завалишин в 1863 году был сослан из Читы в Москву. 492. С марта 2005 по август 2006 года, Новая Зеландия была единственной страной в мире, в которой все высшие государственные посты были заняты женщинами. 493. Самый легкий металл литий. Он в пять раз легче алюминия и почти в два раза легче воды. Литий плавает не только в воде, но даже в жидкостях легче воды, например в бензине. 494. В феврале 1942 года подвиг Ивана Сусанина, повторил 83-летний псковский крестьянин Матвей Кузьмин. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 495. Сундук мертвеца это вовсе не сундук, а необитаемый остров в Карибском море, площадью всего 200 метров два. В начале 18 века грозный капитан пиратов, Эдвард Тич высадил здесь 15 мятежников и оставил им лишь бутылку рома, обрекая их на верную смерть от жажды и голода. Однако мятежники выжили и через месяц были возвращены на корабль. В их честь пираты и сочинили знаменитую песню. 496. Молитва Господи, помилуй, на греческом языке произносится как Кири и Лейсон. Ранее все богослужения проходили на греческом, что было непонятно простым людям. В результате, фраза трансформировалась народом в слово куролесить в значении, делать что-то бессмысленное. 497. Мыши любят сыр, не более любых других продуктов на кухне. 498. В толковые слова Режигова не были включены названия жителей городов. Исключение было сделано для слова «ленинградец», чтобы разделить слова «ленивый» и «ленинец», которые стояли рядом. 499. В феврале 1992 года состоялся розыгрыш лотереи Вирджинии, 6 из 44, где джекпот составлял 27 миллионов долларов. Число всех возможных комбинаций в таком виде лотереи было чуть выше 7 миллионов, а каждый билет стоил 1 доллар. Предприимчивые люди из Австралии создали фонд, собрав по 3 тысячи долларов от 2500 вкладчиков и купили около 7 миллионов бланков. Фонд выиграл лотерею, получив после выплаты налога в тройную прибыль. 500. В конце 19 века Кока-Колу продавали в аптеках, как средство от похмелья и головной боли. 501. Находящиеся на орбите космонавты никогда не храпят в невесомости, храп невозможен. 502. Еще в Древнем Риме женщины осветляли волосы, чтобы стать блондинками. 503. В городе Бобруйске установлены два памятника Бобру. 504. 24 воина Красной Армии в 1942 году в течение двух месяцев держали оборону дома Павлова во время Сталинградской битвы. По словам маршала Чуйкова, потери гитлеровцев, пытавшихся занять дом Павлова, превысили потери при взятии Парижа. 505. Львы единственные из кошачьих, которые живут стаями, прайдами. 506. В Балтийском федеральном университете имени Эммануила Канта в Калининграде нет факультета философии. 507. Никто из четверки Битлз не владел нотной грамотой, они никогда не записывали свою музыку на нотном листе. 508. Образ героя знаменитого сериала, доктора Грегори Хауза, основан на образе Шерлока Холмса. Оба персонажа предельно циничны, предпочитают только сложные дела, страстно любят музыку и являются закоренелыми наркоманами. 509. Миланская консерватория носит имя Джузеппе Верди, хотя в 1833 году отказала ему в зачислении. Юному Верди было сказано, что он на 4 года старше обычного возраста абитуриентов, не является гражданином ломбарда Венецианского королевства и лишен музыкального таланта. 510. Белые медведи могут провести до 20 часов, застыв без движения над дыхательной прорубью в ожидании, когда тюлень вынырнет для вдоха. Однако только в одном случае из трех медведь успевает схватить долгожданную добычу. Если же медведь промахнулся, он самым откровенным образом выражает свою досаду, встает на задние лапы, бешено ревет и в ярости разбрасывает куски льда. 511. Во время Второй мировой войны немецкие матросы пронесли на борт линкора «Бисмарк Кота». Линкор был затоплен британской эскадрой через 9 дней, после выхода в море, спаслись лишь 115 из 2200 членов экипажа. Кота подобрали английские моряки и взяли на борт эсминца «Казак», который через пять месяцев был торпедирован немецкой подлодкой и затонул. Впоследствии кота, прозванного «Непотопляемый Сэм», перевели на авианосец «Арк Роял», который тоже затонул. Лишь после этого Сэма решили оставить на берегу, а сам он прожил до 1955 года. 512. Название цветка «Орхидеи» происходит от греческого слова «архис», что в переводе означает «мужское яичко». 513. В честь основателя группы Dire Straits британского рок-музыканта и композитора Марка Нопфлера, был назван вид динозавров Массиакосы Руснапфлери. 514. 9 июля 1958 года к северу от залива Литуя на юго-востоке Аляски, произошло мощное землетрясение, в результате которого огромный оползень вызвал цунами, высотой 520 метров. Это была самая высокая волна в истории человечества. 515. На Земле существуют десятки действующих вулканов, однако самым опасным считается спящий вулкан Кумбри-Вьеха на Канарских островах. Пробуждение этого вулкана может вызвать гигантский оползень, который в свою очередь создаст цунами, высотой до 200 метров, со скоростью до 1000 километров в час. 516. Главного героя повести Пушкина «Пиковая дама» зовут не Герман. Его имя вообще неизвестно, а Герман, именно с двумя «Н» — это фамилия героя, немца по происхождению, которая довольно распространена в Германии. В опере «Пиковая дама» Чайковский убрал одну «Н», превратив фамилию Герман в имя Герман. 517. Новозеландские попугаи Кеа, хотя и не являются хищными птицами, во время особенно суровых зим научились нападать на овец. Своими мощными клювами они наносят овцам настолько серьезные раны, что животное погибает, и тогда на пир слетается вся стая попугаев. 518. Все планеты Солнечной системы могли бы поместиться внутри планеты Юпитер. 519. В мире насчитывается около 1,4 миллиарда коров, и в таком количестве они действительно наносят колоссальный вред природе. Коровы съедают ежегодно 600 миллионов тонн зерна — это мирового урожая, подпастбище отдано более 2 третей всех степей на земле и четверть всех лесов Южной Америки. Для каждой коровы в Бразилии вырублено по 2 гектара амазонских джунглей. За год каждая корова выпивает более 8 тысяч литров воды и выделяет в атмосферу более 100 тысяч литров метана. 520. Франсуа Бартильон, злоумышленник, который в возрасте двух лет был задержан по обвинению в чревоугодии, а именно за то, что надкусил все груши из корзины. Является сыном Альфонса Бартильона, создателя системы фотографирования преступников, который сделал этот фотоснимок в 1893 году. 521. Переводная русскоязычная версия эстонского журнала Vikerkar в начале 1990-х годов выпускалась большим тиражом, чем основная версия на эстонском языке. 522. Существует памятник, установленный на Луне. Это алюминиевая фигурка в скафандре, посвященная памяти погибших космонавтов. На ней перечислены имена 14 погибших, включая Юрия Гагарина. Памятник установил экипаж Аполлона-15 в 1971 году. 523. Плоды тропического фрукта синтепалум на несколько часов блокируют рецепторы кислого вкуса. Если после употребления этого фрукта съесть лимон, он сохранит свой аромат, но покажется сладким. 524. Аргентина единственная страна, названная в честь химического элемента. Арджентум на латыни означает серебро. 525. Укус королевской кобры убивает взрослого слона менее чем за три часа. 526. Черепашки ниндзя дали имена многоцелевым модулям снабжения для МКС Леонардо, Рафаэль и Донателло. На каждом из модулей изображен соответствующий черепашка-ниндзя в скафандре. 527. Живущие в Австралии пауки-гладиаторы уникальным образом используют паутину во время охоты. Они сооружают ее в виде квадрата и держат в натяжку между двух пар передних ног. Когда жертва приближается, паук-гладиатор накрывает ее резким броском своей сети. 528. Название столицы Таиланда Бангкока на тайском языке состоит из 142 букв В повседневной речи тайцы называют его Крунгтхеп, но никогда Бангкок. 529. 1 сентября 1973 года была совершена попытка подрыва мавзолея Ленина. В результате произошедшего взрыва погибли три человека, включая неопознанного террориста, и тяжелые ранения получили четверо школьников. 530. Репелленты не отпугивают комаров, они делают нас невидимыми. Вещества, содержащиеся в репеллентах, блокируют рецепторы, с помощью которых комары находят свою жертву. 531. В 1606 году Марина Мнишек впервые привезла в Россию вилку. На своем свадебном перу в Кремле Марина с вилкой шокировало русское боярство и духовенство. В дальнейшем вилка стала одним из поводов для заговора противников лжедмитрия, раз царь с царицей едят не руками, а какой-то рогатиной, значит они не русские и не монархи, а порождение дьявола. 532. В феодальном Китае нередко практиковалась месть через самоубийство, которое доведенный до отчаяния человек совершал во дворе дома обидчика. По поверьям, душа самоубийцы не возносилась на небо, а оставалась в доме обидчика и приносила ему и его семье несчастье. 533. Одно из самых глубоких озер на земле образовалось чуть более ста лет назад. Озеро Сарес в Таджикистане образовалось 6 февраля 1911 года после девятибального землетрясения, когда река Мургаб была запружена гигантским оползнем, образовавшим плотину высотой 567 метров. Площадь озера превышает 80 километров 2, а максимальная глубина 505 метров. 534. Собаки могут развивать скорость до 30 километров в час. Однако наивысшая для собак скорость была зафиксирована 5 марта 1994 года в Австралии, когда гончий Грейхаунд по кличке Стар Тайтл развил скорость 67,3 километра в час, он бежал быстрее, чем хорошая скаковая лошадь. 535. Экспедиция Роберта Скотта к Южному полюсу в 1912 году погибла, потеряв все горючее из-за оловянной чумы. Топливные баки были запаяны оловом, однако при температурах ниже нуля олова трескается и превращается в порошок. Скотт не знал об этом свойстве олова, и это стоило жизни ему и его четырем товарищем. 536. Великий мим Марсель Марсо записал на пластинку свои лучшие номера. Это 40 минут полной тишины и, наконец, бурные аплодисменты. 537. Последний раз Гарри Каспаров отстоял свой титул чемпиона мира в матче, который начался в Южной башне Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 1995 года. 538. Единственная улица в мире, которая образует перекресток сама с собой, это улица планировочная в Новосибирске. 539. Кроме Ленина, тела еще многих людей забальзамированы и выставлены в настоящее время на всеобщее обозрение в собственных мавзолеях. Среди них Мао Цзэдун, Ким Ирсен, Хоши Мин и герой Гражданской войны, Григорий Иванович Котовский. 540. В Венеции всегда ровно 425 гондольеров, не больше и не меньше. 26 июня 2009 года 23-летняя Джорджия Баскола стала первой в истории Венеции сертифицированной женщиной-гондольером. 541. Одна из интереснейших тайн природы, секрет инженерного искусства бобров. При строительстве и ремонте плотин бобры неведомым образом тщательно координируют свои действия. В строительстве самой большой известной плотины, длина которой более километра, участвовали сотни животных. Бобры работают посменно, небольшими бригадами и при этом четко придерживаются общего плана. 542. Синдром Аспергера назван по имени детского психиатра из Вены, исследовавшего движение молодых нацистов. При наличии этого психического заболевания человек не способен сопереживать, он не имеет представления о том, что у других людей тоже есть чувства. 543. На острове Тринидад в Карибском море есть озеро Пич-Лейк наполненное не водой, а чистым жидким асфальтом. При текущем уровне добычи, асфальта в озере хватит еще на многие сотни лет. 544. Подсолнечное масло быстро приобрело популярность в России потому, что его употребление не было запрещено в дни Великого поста. Отсюда и произошло название «постное масло». 545. В самом крупном селе России, станице Орджоникидзевское в Ингушетии, проживает более 65 тысяч человек. А в самом маленьком городе столицы все той же Ингушетии Магаси, проживает менее 500 человек. 546. Ежегодно во время празднования Дня Святого Патрика воды реки Чикаго окрашивают в зеленый цвет. 547. В мае 1961 года итальянский художник Пьеро Монзони собрал собственные фекалии в 90 пронумерованных консервных баночек, в каждой из которых содержалось по 30 граммов, написал на них сотое процентное натуральное дерьмо художника на четырех языках и продал их по цене, аналогичной цене золота той же массы. А 23 мая 2007 года один из экземпляров был продан за 124 тысячи евро на аукционе Сотбис. Сам Монзони заявил, всем этим буржуазным свиньям нравится только дерьмо. 548. Корнея Чуковского на самом деле звали Николай Васильевич Корнейчуков. 549. Генералиссимус Советского Союза, высшее воинское звание, в Вооруженных силах СССР было введено 26 июня 1945 года и на следующий день присвоено Сталину. Больше это звание никому не присваивалось. 550. Главная причина смерти в США – курение, в России злоупотребление алкоголем. 551. Чтобы сварить вкрутую страусиное яйцо, потребуется два часа. 552. Вес миллиона долларов купюрами по одному доллару – одна тонна. 553. Слово «доллар» произошло от немецкого «талер», сокращение от «иахимсталер» – название самой распространенной серебряной монеты, чеканившейся в XVI веке в городе Иахимсталь, в Богемии. 554. На кладбище Холливуд Форевер Симметери, на котором нашли свое последнее пристанище, многие великие актеры летом показывают кино. 555. Окаменевшие останки тараканов найдены в породах возрастом более 300 миллионов лет. Так что наши домашние тараканы почти на 100 миллионов лет старше динозавров. 556. Тараканы могут сплющивать тело до толщины листа бумаги, чтобы пролезть в узкие трещины. Они могут находиться в замерзшем состоянии неделями, и оттаив, вернуться к жизни без всяких последствий. Экспериментально подтверждено, что тараканы могут жить без головы несколько недель. 557. Одновременно видеть солнце и радугу, без использования зеркал невозможно. 558. Никогда не запивайте жирную пищу крепким кофе. Ученые из Гельфского университета в Канаде обнаружили, что при сочетании жирной пищи с кофеином, уровень сахара в крови в течение минут достигает опасного для здоровья значения. 559. К лету 1941 года в составе Красной Армии было развернуто 20 кавалерийских дивизий. 569. Акулы могут размножаться портеногенезом, то есть без участия самцов. В 2007 году было проведено исследование ДНК детеныша, которое показало, что у него присутствуют только гены матери. Таким образом было доказано, что акулы могут размножаться непорочно. 561. В Гондурасе раз в год наступает сезон рыбных дождей. Каждый год, между маем и июлем во время сильнейших ливней на землю, падают сотни живых рыб. С 1998 года здесь проводится фестивал Делалу Виаде Песес, фестиваль рыбного дождя. Источник рыбы расположен на расстоянии около 50 километров в Карибском море. 562. В начале прошлого века в магазинах не было ни штрих-кодов, ни даже ценников. Продавец называл цену, как правило оценивая внешний вид покупателя. Если цена покупателя не устраивала, он либо торговался, либо уходил. 563. Самая кусачая собака в мире немецкая овчарка. За ней идут Чао-Чао и Коли. Самые не кусачие собаки золотистый ретривер, пудель и Чихуахуа. 564. Две параллельные зеркальные пластины, помещенные в вакуум на близком расстоянии друг от друга, притягиваются, несмотря на полное отсутствие магнитного поля. Это притяжение, возникающее вследствие энергетических колебаний вакуума, буквально из ничего, в физике называется эффектом Казимира. 565. Ученые, наблюдающие за термитами в лаборатории Калифорнийского университета, обнаружили, что при звуках тяжелого рока термиты становятся прожорливее вдвойне. 566. Около полумиллиарда китайцев никогда не чистят зубы. Вместо зубной пасты, около 40% населения Китая используют для полоскания рта зеленый чай. 567. В соответствии с морской терминологией кораблями являются, только военные плавсредства, гражданские же плавсредства следует называть судами. 568. В 2000 году Международная гидрографическая организация приняла разделение на пять океанов, выделив из Атлантического, Индийского и Тихого океанов Южный океан, окружающий Антарктиду. Однако впоследствии от отдельного Южного океана отказались. По площади Южный океан был больше Северного ледовитого. 569. Австрийский пианист Пауль Витгенштейн потерял правую руку во время Первой мировой войны, однако достиг исключительного мастерства, играя одной левой, и возобновил концертную карьеру. 570. Том Лепард, самый татуированный в мире человек, живет на острове Скай в Шотландии. 99,9% поверхности его кожи покрыты татуировкой, которая повторяет узор шкуры леопарда. По оценкам знатоков, такая татуировка могла ему обойтись как минимум в 50 тысяч долларов. 571. В 2006 году Плутон утратил не только статус планеты, но и имя. Решением Международного астрономического союза, бывшая девятая планета была назначена астероидом номер 134-340. Однако 6 марта 2009 года Сенат штата Иллинойс принял закон, согласно которому на территории этого штата Плутон сохранил и статус планеты, и имя. 572. В России и странах бывшего СССП, абитуриенты перед экзаменами старательно выискивают пятилистный цветок сирени, а в Японии они тонами поедают шоколадки Кит-Кэт, так как их название созвучно со словами Кита Кацу «непременно победить». 573. Остров Святой Елены расположен в Атлантическом океане и принадлежит Великобритании, однако два места, где жил Наполеон, и долина, в которой он был похоронен, являются территорией Франции. 574. В Бразилии обычно принимают душ 34 раза в день. Гостям перед принятием пищи зачастую предлагается принять душ. 575. Известно множество птиц, рыб, земноводных и насекомых зеленого цвета, но нет ни одного зеленого млекопитающего. 576. Роберт Уодлоу, самый высокий человек в мировой истории, умер в 1940 году в возрасте 22 лет. Его рост составлял 2,72 метра. 577. Самый крупный нильский крокодил был убит в Танзании в 1905 году. Его длина составила 6,45 метра, а вес 1090 килограмм. 578. Бензопила «Дружба» была названа в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. 579. Кошки породы Ригдол, английская тряпичная кукла, из-за слабого мышечного тонуса, не успевают перевернуться в воздухе на лапы и падают на спину. 580. Температура плавления сплава карбидов Гафния и Тантала, почти на 800 градусов Цельсия, выше температуры плавления Вольфрама и равна 4215 градусам Цельсия. Это самый тугоплавкий материал на Земле. 581. Знаменитый круглый стол короля Артура, был полученным в качестве приданого королевы Геневры. За дубовым круглым столом могли разместиться до 150 рыцарей. С одним из них, Ланселотом, королева Артуру изменила. 582. Самое шумное существо в океане Креветка. Шум большой стаи креветок способен ослепить сонар подводной лодки. 583. На всем протяжении реки Нижняя Тунгуска, 2980 километров, от Устья до впадения в Енисей на ее берегах проживает около 15 тысяч человек в 18 населенных пунктах. Для сравнения, на берегах Дуная, протяженность которого, 2880 километров, проживает более 75 миллионов человек. 584. Палата общин единственное место в Британии, куда не может войти английская королева, так как она не является членом палаты. 585. Если сплавить воедино все мировые банковские резервы золота, то получится куб со стороной 12 метров и весом 32 тысячи тонн. 586. Цунами это не одна волна, а последовательность поверхностных волн, следующих друг за другом. Во время цунами волны могут сокрушать берег, в течение нескольких часов и первая волна не обязательно самая разрушительная. 587. Самая продолжительная мыльная опера в истории не всем, известная Санта-Барбара, а американский сериал Путеводный свет, который демонстрировался 72 года и состоял из более чем 15 тысяч серий. 588. Самый большой торговый центр в мире, находится в Дубае, Оаэ. Его площадь составляет 350 тысяч квадратных километров. Для сравнения, площадь Гума в Москве всего 69 тысячный квадрат. 589. В Эфиопии построена фабрика по разведению мух-ЦЦ. Здесь разводят самцов-насекомого, стерилизуют их рентгеновским облучением и выпускают на волю. При спаривании они не дают потомство. Это должно привести к резкому сокращению численности мух. 590. У куклы Барби есть фамилия. Ее полное имя Барби Робертс. С момента создания, в 1959 году в мире, было продано, более 1 миллиарда кукол Барби. 591. У осьминога не 8 ног, а 2. Остальные 6 щупалец по сути являются руками. Так что правильнее осьминога называть двуногий шестерук. Если осьминог утратит щупальцы в борьбе, он отрастит новое. 592. Наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадет в 1818 году был избран королем Швеции и принял имя Карл Юхан XIV. После его смерти у него на руке была обнаружена вытатуированная надпись «Смерть королям». 593. У Циона Хана из индийского штата Мизором, 39 жен, 94 ребенка и 33 внука. Все они живут в стокомнатной четырехэтажке. Мистер Хана является главой секты, в которой мужчине позволяется иметь столько жен, сколько он захочет. 594. Наш мозг всегда работает на 100%. Помимо мыслительной деятельности, мозг отвечает за контроль над всеми системами организма. Большая часть участков головной коры активна, даже во время сна. Миф о том, что мозг задействует, всего лишь несколько процентов своих ресурсов, не имеет никакого научного обоснования. 595. 8 сентября 1923 года сразу семь эсминцев ВМС США налетели на рифы у побережья Санта-Барбары в Калифорнии. Спасти корабли не удалось. Это были самые большие потери военно-морского флота США в мирное время. 596. Слепые с рождения люди не видят снов. Они их слышат, осязают и ощущают на вкус и запах. 597. До 1965 года в СССР действовал административный запрет на исследование в области генетики. 598. Адмирал Ушаков канонизирован русской православной церковью, как местночтимой святой Саранской епархии. 599. Идальго переводится с испанского как «чей-то сын». Так еще со средних веков в Испании называют низших дворян, не заслуживших никакого титула. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого ролика, и поддержать нас на Бусти.